Из всего, что мы обсудили, проблема смерти и похорон будет решаться так. Хранить многотысячелетнюю традицию похорон пока еще рано. Но грядущее продление жизни неизбежно изменит отношение и к смерти, и к обряду прощания. В 21 веке люди будут жить дольше, а умирать реже. Выращивание органов позволит среднему человеку доживать до 100 лет в добром здравии. Впрочем, тратить целое состояние на медобслуживание собственного тела поначалу сможет позволить себе не каждый. И поэтому вплоть до середины столетия смерть продолжит наведываться к людям, обеспечивая похоронное бюро клиентами. Но уже после 2050 года позволять закапывать свое тело будут немногие. Ведь его можно будет сохранить в морозильной криокамере с целью последующего оживления. Уже в конце 21 века размораживание и обретение нового здорового тела станет возможным, хотя и необязательным. Ведь даже в будущем о бренной плоти нужно будет заботиться. Чтобы избежать этого, многие предпочтут перенести структуру личности из головного мозга в память компьютера, что позволит жить и работать в виртуальном мире. На всякий случай физическое тело можно оставить в криокамере. Но если человеку неплохо живется в виртуальной вселенной, он сможет поручить похоронной ферме утилизировать свои останки. Безопасно и без вредно. А традиционные похороны в нашей жизни будут проходить все реже, оставаясь уделом любителей старинных ритуалов и сторонников вечной жизни. Не в технологической утопии, а в загробном мире. Это была программа «На будущее». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин